Русская иллюстрированная книга для детей. Конечно же, это особая тема и для собирательства, и для того, чтобы поразмышлять об эстетических качествах и свойствах тех самых книг, которые воспитывали тех самых маленьких людей, которые потом становились большими. И именно то, что они почерпнули, в том числе и эстетическое, и моральное, и художественное из этих книг, они потом выносили в жизнь и тоже вносили свою лепту в это чудесное явление в библиофильстве, как детская иллюстрированная книга. И вот мы счастливы представить вам практически палитру всего блистательного развития русской детской иллюстрированной книги от ее первого массового выхода в свет, что называется, до последней ее лебединой песни в 30-е годы, как в эмиграции, так и в Советском Союзе. Надо сказать, что, конечно же, книги для детей были и раньше, но дело в том, что книги всегда были дорогим удовольствием, особенно иллюстрированные книги, а в руках детей они долго не живут, как известно. Поэтому книги до середины XIX века для детей попадаются очень редко. Ну а потом, с появлением более дешевых способов в полиграфии, детская книга переживает в России тоже свой ренессанс. А когда прибавились и замечательные художники-иллюстраторы, и полиграфия могла соответствовать требованиям хорошего художественного издания, тут-то и настал золотой век русской книги. Ну вот, собственно, эта хронологическая презентация русской иллюстрированной детской книжки, она как раз и конкретно находит свое воплощение вот в этой красоте. Одно удовольствие только смотреть на эти краски, даже на эти шрифты, ну и на эти сюжеты. Представляете, каково было нашим маленьким прадедам, прабабушкам и прадедушкам, которые эти самые книжки читали. Одно из ранних экземпляров у нас – это, собственно говоря, как я уже и сказал, первый выход в свет русской книжки, «Русские сказки», опубликованные у Михаила Свешникова в 1856 году. Полное название – «Русские сказки для детей», рассказанные нянюшкой Авдотьей Степановной Черепьевою. Должен сказать, что под этой самой Авдотьей Степановной Черепьевовой скрылась известная уже в то время детская писательница Авдеева. Она себя скромно здесь написала как издательница. Ну и интерес вот этой вот книжки и издания в великолепных цветных литографиях. То есть картинки появились, да еще цветные, в детской книжке. Вы представляете, какое счастье для малышей. Удивительно, что экземпляры, я уже сказал, книги в руках детей просто сгорали. То есть в хорошем состоянии найти детскую книжку очень трудно. А вот аж с середины XIX столетия к нам дошла эта книжка в более чем достойной сохранности. Ну, это были, так скажем, первые шаги, очень удачные детской книжки. Далее мы будем рады представить целую серию книг, иллюстрированных замечательной художницей Елизаветой Бэм. Ее в технике силуэтной, которые тоже завоевали признательность как и маленьких читателей, так и взрослых. Ну и прямиком на всех парах, этакой удальной тройкой, въезжаем в золотой век русского книгоиздательства для детей. Разумеется, соответствующий нашему, опять же, серебряному веку, когда творили большие мастера, такие как Билибин, разумеется, Васнецов у нас есть, Митрохин, Нарбут. Вот. Да кого только у нас тут нету, на самом деле всех и не перечислишь. Ну вот, золотой этот век, разумеется, неизбежно сменился веком серебряным. Причем серебряный век русской иллюстрированной детской книжки географически разделился на эмиграцию и на художников и писателей, оставшихся в большевистской России. И как в эмиграции этот феномен дал много блестящих результатов. Достаточно вспомнить блестящую иллюстрацию Фёдора Рожанковского, чьи книги тоже будут вам представлены. Ну а в советской России рассвет, новый рассвет иллюстрации, новые стилевые поиски на волне конструктивного, авангарда, авангардного искусства, который был представлен детям. Конечно же, очень часто это были книжки Маршака, а иллюстрировали его такие мастера, как, прежде всего, Лебедев, разумеется, ну и другие, например, Канашевич. Ну и, собственно говоря, завершая этот обзор краткий развития русской иллюстрированной книжки, мы остановимся как раз на её последних страницах, на её закате, который был, в общем-то, насильственным. Вот здесь у нас и будет представлена одна из книг, которая венчает собой это развитие, сказки Чуковского, изданные в издательстве, вышедшие в издательстве «Академия» в 1935 году. Эта книжка с чудесными иллюстрациями Канашевича, как известно, стало печально известно тем, что вышли соответствующие статьи, разгромные в официальной печати, объявляющие искусство Лебедева, Канашевича и других замечательных иллюстраторов, несозвучных времени. И эта книжка, по сути, редко встречается, потому что она была, что называется, зарублена. Но, слава богу, ничего у нас полностью не пропадает, и новые мастера, восприняв, которые, будучи маленькими читателями, как раз-то читали эти книжки, они восприняли вместе с ними и художественный, так скажем, месседж и своих предшественников в этой области, их традиции творчески развили и обогатили. Приятного вам чтения, вам и вашим маленьким. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok